Компания Зергов. Сверхразум. Трои Зергов сокрушили скудное человеческое сопротивление и уничтожили 9 из 13 миров тиранов. Вскоре после падения столичного мира Тарсонис, главный флот протасов покинул Сектор. Теперь на Тарсонисе продолжаются попытки уничтожить оставшиеся силы протасов. Пробудись, мое дитя, и прими в объятия славу, которой есть твое право жить. Знай, что я есть Высший Разум, Вечный Помилитель Стаи, и что ты был создан, чтобы служить мне. Знай, что я стал для тебя среди самых великих своих мозговых центров, что ты можешь получить выгоду от их мудрости и опыта. Кроме того, твое предназначение уникальное. Пока они будут доносить мое повеление до бесчисленного потомства, ты будешь исполнять одно важное задание. Я нашел существо, которое могло бы стать величайшим из моих агентов. Сейчас оно развивается внутри защитного Кризалиса, ожидая своего перерождения в стаю. И должен охранять Кризалис, и не допускать похушениями существо внутри него. Иди, мой нерв, защищай его. Конец брифинга, хотя это странно звучит для зергов, но окей, да, ладно, всем привет, с вами, как всегда, я Дезертиру, надеюсь, что вам понравится. Новое прохождение, а именно уже, за компанию зергов, в любом случае, приступим. Инкубатор, это сердце колонии зергов. Он постоянно производит личинок, из которых можно вырастить любую форму зерга. Теперь создай трубня и приступай к сборке ресурсов. Ну, что ж, давайте будем учиться создавать трубней. Давайте больше владыков. Нам нужно больше владыков, боже ты мой. Вообще, нам нужен пул. Владыки управляют стаей, а не мозг каждого зерга. Их нужно создавать по мере роста колонии. Сейчас у тебя достаточно ресурсов. Выбери личинку и мутируй во владыку. Ну, что ж, нас учит потихонечку мутировать зергов, как-то развиваться и прочее. Поэтому нужно ждать, пока... Я зря решил построить сначала пул, но окей. Окей. Я думаю, что они сейчас нам донесут нужное количество минералов. После чего мы сможем спокойно уже мутировать владыку стаей. Необходимо больше, мидералов. Да нет, ровно столько и необходимо. Ладно. Вот здесь у нас находится маяк зергов. Который не просто так здесь находится. У него есть специфическая цель. Я надеюсь, что она выполнит свою цель. Какой-то неизвестный нам, ну точнее нам-то, конечно, неизвестный, но неизвестный, скажем так, нашему герою, из-за которого мы сейчас играем. Я ЗАС, мозг высшего разума. Я заметил группу землян и кристаллов. И не должен дать им уйти живыми. Все просто, не правда ли? Так, что у нас здесь есть? Метаболическое ускорение. Достаточно тяга, тесто. У нас с Виспеном проблемы. К сожалению. Да. Ну, чем мне всегда нравились зерги? Тем, что они спокойнейшим образом могли ходить куда угодно и так далее. Так. Добывайте мне минералы, потому что минералов у меня недостаточно. Нам нужно... Да-да-да, нам нужно больше минералов. Давайте пойдем поглядим, где у нас зерги. Точнее, не зерги, а где у нас люди. У нас есть кучка малявок. Разведываем карту. О, как это все плохо-то. Слишком мало малявок. Нужно больше. Нужно больше малявок, друзья мои. И для этого мы построим экстрактор. Который здесь стоит довольно дешево. А также еще три рабочих. Но нам необходимо больше минералов, потому что экстрактор мы в итоге не построили. Хорошо. Пусть он превратится в кого надо. А мы будем продолжать добывать минералы. Нашими ребятами. И разведывать, соответственно, зону, которая вокруг нас находится здесь. Что ж, вот здесь вот есть тираны. Вот они. И мы должны будем уничтожить. Это самая первая миссия. Самое-самое начало. Поэтому ничего удивительного я пока не наблюдаю. Сейчас надо будет подстраивать малявок. Через какое-то время. Когда уже будет все весело, хорошо и классно. Но пока что мы отправим двоих рабочих из трех на освоение газа. А третьего на минерала. А также мы будем подстраивать зерлингов. Которые строятся сразу подвое. И это прям классно. Да, никого не подпускать в маяку зерков. Так. Давайте. Ждем. Ждем. Появление личинок. Лещинки появляются. Мы тут же направляем их погулять, так сказать. Зерги у нас восстановились. В чем плюс зерга? В том, что они действительно восстанавливают свое хп. Сейчас уже вот-вот мы сможем изучить ускорение. С ним наши ребята станут прям-таки поистине божественны. Нужно больше владык. Хорошо. Наш пул атакован. Но два марика против стаи зергов ничего не сделают. Да, они, конечно, их покоцают. Но не так, чтобы прям-таки сильно. Ладненько. Поради больше владык. Поради больше владык. Говорят мне. Поради больше владык. Да вот они как бы должны уже вот-вот вылупиться. Так. Выделим еще вот этого. Отлично. Еще зерлинги. Поначалу стоит, я думаю, просто идти... В зерлингов и особо не париться. Потому что смысла особого нету. Тем более у нас, по-моему, только... Врачи будут доступны чуть позже. Или сейчас уже доступны, я уж не помню. Так. Эволюшн надо будет построить, я думаю. Знаете, впилим эволюшн куда-нибудь вот сюда. Так. Нужно подстроить парочку ребят. Эволюция завершена. Великолепно. Можем прогуляться. Поглядеть, что у нас есть пониже. Здесь ничего. Мы как нефиг-нафиг уничтожаем все и вся. Ну, пока что оставим наших зерлингов здесь. Сильно ходить не будем. Нам нужен логовый гидралисков. Да, мы можем построить гидралисков и эволюшн. Тут порождение. Ну, ладно. Так. Логовый гидралисков. Отлично. Вот у нас есть эволюшн, который улучшит зергам. Все и вся. Я думаю, построить из всех зерлингов по-бырому. И напасть на наших врагов. Пока у нас есть такая возможность. Карасить на данном уровне бесполезно. Поэтому нам нужно хотя бы какой-то костяк армии. Вскоре на движение гидралиска. Он теперь может и в принципе и нападать. Вынесем вот этих ребят. Вынесем их довольно быстро на самом деле. Таким образом они не смогут нам причинить какой-то определенной проблемы. Наши дети атакованы. А вот. И возвращаемся обратно. Немножко похарасили. Заводик здесь сняли. Строим рабочих. Рабочих сразу же посылаем пониже. Нам нужно не допускать возможности. Так. Впорождение. Логово. Эволюшн у нас есть. Который кстати сейчас прокачивает атаку. Прокачивает он атаку довольно круто. Так. Ты мне нужен в эволюшине еще одном. И нужно построить еще одного владыку. Отлично. Еще подстраиваем зерлингов. Я думаю все. Теперь можно потихонечку нападать. В принципе количество зерлингов у нас довольно неплохое. Здесь есть минеральные поля. Проблема в том, что у нас нету антивоздуха. Ну и мы сейчас им вынесем этот воздух. Я думаю, что зерлинги отлично справляются со всем чем угодно. Поэтому сейчас мы будем строить гидралистов. Так как зерлинги у нас конечно хорошо справляются. Но нам нужно еще больше народу. Но чтобы все было совсем хорошо. Мы построим еще один инкубатор. И еще один инкубатор. Таким образом мы сможем производить как можно больше различных видов войск. Модернизировать атаки. Эволюция завершена. Отлично. Мы сделаем все возможное. Так, увеличить дальность атаки гидралистов. Это делается в первую очередь, на мой взгляд. Это более важно, чем увеличение других параметров. Минералы у нас добываются довольно неплохо. Гидралистов мы подзакажем чуть попозже еще. И сейчас у нас построятся еще два хороших друга. Гидра прям офигенно выглядит. Не знаю. Мне очень нравилась эта гидра. Это прям классно. Так, подстраиваем еще зерлингов. Думаю, сейчас выйдет еще одна личинка где-то примерно вот в этом промежутке времени. Будет совсем замечательно. Вон она вышла. Здесь мы будем попробовать подстраивать все-таки гидралистов. Отлично. Тут тоже гидралист. Я думаю, что некоторого количества всего этого нам хватит. В принципе, должны вынести довольно легко. Должны вынести довольно легко. Ну, по крайней мере, я на этом надеюсь. Потому что он как-то далеко отбежал, на самом деле. Так. Хорошо. Да, заказываем попутно нужные нам вещи. И надо как-то попробовать сейчас сделать это улучшение. Хотя, на самом деле, особо оно нам уже не пригодится. В принципе, гидры полный стак. Я думаю, что это вот должно, по идее, вплотить. Нет, давайте вы соберетесь вот сюда. И вы соберетесь вот сюда. И вы будете первыми, кто атакует. Потом пойдет у нас гидра. Эй, выделись хоть как-то. И потом у нас пойдут остальные малявки. Все. Наши тети атакованы. Отлично. Просто, как и всегда. Мы берем и нападаем. Мы идем и не останавливаясь. Попутно. Сейчас мы будем подстраивать еще зергов. В данном случае малявок. Продолжать атаковать с малявками. Потому что это самый выгодный вариант. Играть зазергов в раше проще. Потому что они в огромных количествах подстраиваются. Поэтому в этом плане это все намного быстрее происходит. В принципе все. Миссия завершена по сути. Больше здесь никакой опасности мне тираны не представляют. Поэтому я думаю, что это конец. Я выиграл. И как-то вот так. Первая миссия зазергов, собственно говоря, пройдена по сути. Ну, как-то так. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok